В этом доме встречают специалистов доброжелательно. Местные жители знают, насколько важно соблюдать пожарную безопасность. И, конечно, следят за тем, чтобы датчик работал исправно. Такая осторожность – результат негативного опыта. Здесь уже однажды случилось возгорание. У нас была… этого еще не было, как только построили. И здесь проводка шла на баню от старых хозяев и замкнула и загорелась. Тогда не было еще датчика. Люди часто невнимательно относятся к простым мерам безопасности, потому так важно о них напоминать, особенно если в доме дети. Бывают семьи, которые не совсем понимают, что это опасно. Даже оголенная резетка может быть опасна. Ну, приходишь иногда, бывает, что объясняешь, и люди это понимают, воспринимают это всерьез уже. И следят за своим домом, за проводками, за печками. Существует много разных нюансов, которым человек часто просто не придает значения. Однако они могут стать причиной пожара. Притопочный лист может быть небольшого размера. Где-то трещина на печке. В ходе предпраздничных рейдов специалисты по пожарной безопасности должны посетить почти 100 адресов. Они проверяют, не вышли ли из строя датчики. Устанавливают новые. Рейды проводятся по частным домам, по частному сектору, а также многоквартирных домах, по многодетным семьям, находящимся в социально опасном положении на территории города Тобольска. Раздаем памятки по пожарной безопасности с номерами телефонов экстренных служб. И наша задача – это установить, передать датчик пожарный извещатель. Многодетным семьям пожарный извещатель предоставляется бесплатно. Для того, чтобы в случае задымления, допустим, в ночное время, когда вы спите, датчик у нас отсигнализировал, сработал и показал свою работоспособность. Тем самым спас вам жизнь. Важно, чтобы родители не только обеспечивали пожарную безопасность в доме, но и беседовали об этом со своими детьми. Также гирлянды, вот эти вот зарядники, чтобы они зарядили, выключили, ну, чтобы ничего не было в питании. В преддверии Нового года эти простые правила особенно актуальны. Пусть праздник остается праздником, и его не омрачат неприятные случайности. Анастасия Плюснина, Михаил Куричко, Тобольское время.